Как вы себя чувствуете? Намного лучше. Операция прошла успешно. Мы вам очень благодарны. Спасибо вам. И вам большое спасибо. Ваши дети уже пришли? Да, здесь. Да, да, оба пришли. Если вы не против, пусть они зайдут ко мне на минутку. Ро Шан Чон, мой родной брат, можете сказать ему всё. Да, конечно. Что-то не так, доктор? Как сказать? Есть такие вещи, которые надо говорить только детям наших пациентов. Поэтому было бы лучше, если бы я с ними лично поговорил. Можете нам сказать всё. Если имеете в виду оплату, мой брат готов оплатить вам за услугу. Да, разумеется, мы ничего не скрываем друг от друга. Да, конечно, говорите. Всё хорошо? В чём дело? Да. Можно и так сказать. Или наоборот. Сестра, пусть ваши дети зайдут. Нет, они не обязаны всё знать. Что бы ни было, говорите мне самой, доктор. Доктор, я вас не понимаю. Впрочем, больные после такой тяжёлой операции на сердце проживут год. Максимум полтора года. Ну, вы сказали, что операция прошла успешно, всё плохое уже позади. Как это понять? Вот поэтому я хотел поговорить с её детьми. Ума не приложил. Спасибо. Вы не должны беспокоиться. Я же только что вам объяснил. Зря я согласился. Нет, нет, всё хорошо. Я вас понимаю. Только... Сестра, ты не переживай. Вот увидишь, всё будет хорошо. Я вырастила их одна, без мужа. Они не должны этого слышать. Сестра, почему? Мы не должны скрывать этого от них. Нет. Как такое можно скрывать? Прошу тебя. Мы должны им сказать. Не нужно. И вас прошу. Скоро мы собираемся женить Эльбека. Хорошо, сестра. Понял. Ладно, ты не переживай. Это моя просьба к вам. Это должно остаться здесь, между нами. Я вас понял. Всё по воле Всевышнего. Обещайте мне, что вы ничего не скажете моим детям. Обещаю. Вы не переживайте. Это останется между нами. Мать. Мать. Это самый дорогой человек на свете. Мы всегда должны их ценить. Представьте себе. Вы сами того не осознавая, обидели свою маму. Как бы вы извинились перед ней. Пожалуйста, Шахчахон. Если я нечаянно обижу маму, я подойду к ней и крепко-крепко обниму её и попрошу прощения. Скажу, мама, простите меня, и у меня настроение поднимется. Молодец. Садись. Сэвинч, а ты? Если я замечу, что мама обижена на меня, я сразу примусь за домашние дела, чтобы порадовать её. Вот так. Отлично. Спасибо. Садись. А теперь, Расуль Джон, ты? Я никогда не обижал свою маму. Вдруг так случится? Наверное, я не смогу себя простить. Я бы спросила у отца, как извиниться перед мамой. И он мне подсказал бы. Прекрасно. Садись. Есть ещё варианты. Я бы сказал, мама, простите меня. Я не хотел вас обидеть. Спасибо. Садись. Когда мама обижается на меня, я делаю все домашние задания и вижу, что мама радуется от этого. Очень хорошо. Когда со мной так бывает, я искренне прошу прощения у мамы. По крайней мере, чтобы она простила меня, могу и поплакать даже. Когда я совершаю что-то нехорошее, и мама обижается на меня, я рассказываю ей разные случаи, анекдоты, чтобы разречь её и поднять настроение. Так искупаю свою вину. Если бы моя мама была жива, я бы её никогда не обижал. Никогда. Стоп, 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 стоп. Стоп. Подай сценарий. Амдулазис, я бы никогда не хотел её обижать. Сказал бы, простите меня, тебе так трудно это сказать? Это уже седьмой дубль. Эльбек Джон, у него и в самом деле нет мамы. Он сам захотел играть эту роль. Я его не принуждал. Он сам согласился. Тысячу раз репетировали. Эльбек Джон, вы не расстраивайтесь. Может, перейдём к остальным? Всё, давай следующий. Давай ты. Вставай. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Объявляем нашу пресс-конференцию «Открытый», которая посвящается художественному фильму Эльбек Аганиева «Мать». Извините, у меня один вопрос. После премьера своего фильма вы получили удовлетворение? Конечно, оценку фильма предоставим нашим зрителям. Будем ждать с нетерпением. Почему назвали фильм именно «Мать»? После смерти отца я дал себе слово, что в будущем обязательно стану режиссёром. Поэтому решил, что, когда стану режиссёром, сниму фильм про матерей и посвящу его своей маме. Мы посоветовались с нашим продюсером и сняли этот фильм. Надеюсь, фильм понравится нашим зрителям, так как он поучительный. К тому же наш народ любит фильмы о семье, о семейных отношениях. Надеюсь, наш фильм найдёт своё место в ваших сердцах. По-вашему, вы смогли снимать фильмы на уровне вашего отца? Нет. Потому что мой отец снимал фильмы высшего класса, а я снимаю фильмы только про семейные отношения. Конечно, у нас есть намерение снимать фильмы и высшего класса в ближайшее будущее. У меня один вопрос. Почему вы снимаете фильмы только про семью? Потому что это направление меня больше интересует. Семья – это крепость. Темы про семью никогда никому не надоедают. Фильмы этого жанра помогают найти выход в разногласиях между родителями и детьми. Они способствуют правильно раскрыть ошибки молодых людей. Что вы можете сказать о ваших отношениях с Гуляк Боралиевой? Угу. Не отвечайте. Спасибо за вопрос. Можно я отвечу на этот вопрос на следующей пресс-конференции? Спасибо вам за внимание. Спасибо вам. Всё снято. Спасибо. Пожалуйста. Вам тоже. Всего хорошего. Удачи. Она моя подруга. Хорошо. Если она рада, рад за неё. Спасибо. Возвращайся к работе. Позже поговорим. Здравствуйте, дядя. Как вы? Я вас оставлю. Не хочу вам мешать. Здравствуй. Я на минуту. Я хочу с тобой поговорить. Хорошо. Я готов. Летаешь в облаках. Когда собираешься жениться? Сначала я должен закончить съёмки этих фильмов. Сами видите, дел полны полон. Твой отец тоже всю жизнь посвятил фильмам. В итоге попал в аварию и погиб. Да, я всё помню. Ребята, поехали. Быстрее. Сынок, мне пора. Папа, может, останетесь? Завтра тоже можете отправиться. Нет, сынок, я должен. Я вызвал всех актёров. Пойми, сынок. Папа, не выезжайте сегодня, пожалуйста. Солнышко моё, утром мы снова будем вместе. Договорились? Да. Да. Пока. Уже вообще поздно. Может, завтра выйдем? Сегодня последний день. Давно пора закончить съёмки. Ладно, завтра примемся за другие дела. Ладно, дорогая, забудьте о детях. Я поехал. Доброй ночи, мои сладкие. Попрощайтесь. Всё, идёмте. Ну-ка. Поехали. Ты же знаешь её состояние. Особенно она не должна утруждать себя домашними делами после такой операции. Ей нужна помощь. Ты должен жениться, понимаешь? У тебя же есть возлюбленная. Я не понимаю. Да, вы правы, но если я женюсь, мои дела замедлятся. Ты же сам знаешь, как быстро время летит. Мать не вечна. Стремительно уходят годы. Хватит этих съёмок. Я ничего не знаю. До того, как я отправлюсь в командировку, я лично устрою вам вашу свадьбу. Понял? Понял. Мужик сказал, мужик сделал. Может, не нужно? Нет, нет. Всё, договорились. Удачи. Может, посидим? Привет передайте, тёте. Спасибо. Готовы? Да. Это список тех актёров. Осталось только позвать их. Отлично, всё ясно. Сынок, ты не устаёшь? Нет, недавно начали съёмки нового фильма. Молодец. Горжусь тобой. Мам, а вы не утружайте себя. Берегите себя. Здравствуйте. Да. Здравствуй. Тётушка, как вы? Хорошо, спасибо. Здравствуйте. Здравствуй. Тётя, я хотела вас угостить. Ладно, мама, мне пора. Вы посидите, поболтайте, а я должен позвонить Азизе. Может, сначала позавтракаешь? Сейчас, сначала переоденусь. Садись, дочка. Я принесла плов. Вот, угощайтесь. Доченька, спасибо тебе. Ешьте на здоровье. Давай вместе посидим. Сейчас Эльбек тоже выйдет. Спасибо, надо докончить домашние дела. А потом, может, выйду. Ну ладно, спасибо за угощение. Ладно, тётушка. Эльбек, ты знаешь, я занимаюсь творчеством вот уже несколько лет. Я тоже хочу завести семью, иметь детей, быть счастливой. Вот уже 14 лет занимаюсь творчеством. Впервые начала в 8 лет. Помнишь? Да, помню. Где машина? Я уже договорился. А ещё должен быть большой фургон. Это тоже решено. Они уже подъезжают. Где девочка с эпизода? С ней кое-какие проблемы. Но она должна прийти. Тоже мне её проблемы. Найди и приведи её немедленно, быстро. У меня нет лишнего времени. Ладно, всё понял, быстро. Здравствуйте, как ваши дела? Здравствуй. Вот она, так, то нужна вам девочка, которую вы ищете. Вот она. Чем могу помочь? Я вас не понял. Вы должны взять её на эту роль. Мы сейчас по уши заняты. Брат, подождите. Вы только разок послушайте её исполнение. Она не даёт мне покоя. Хочет сниматься в кино. Дочка, покажешь, дети? А? Что она умеет? Она умеет петь? Умеет петь, играть, играть роль, читать стихи. Всё умеет. Ладно, давайте послушаем. Давай, солнышко. Начинаем. Терем, терем, теремок. Кто в тереме живёт? Никто не отзывается. Вошла мышка в теремок и стала там жить. Вот видите? А, видите? Искакала в терему лягушка-квакушка и спрашивает... Видите, какая она у меня умница, а? Кто в тереме живёт? Вот, всё-всё, достаточно. Если хотите, она умеет танцевать, песенку споёт. Брат, мы должны работать. Возьмите её, не пожалеете. Хорошо, принесите нам её фотографии, а мы возьмём её на следующий фильм. Ага, понял. Но возьмите её на этот фильм. Если бы она подошла, я бы с удовольствием. Пожалуйста, согласитесь. Вы нас поймите. Она может сыграть любую роль. Сегодня мы снова на премьере нового фильма Ойбека Ганиева. Обратимся к нему самому и спросим у него о его впечатлениях от своего фильма. Какие у вас впечатления? Довольно приятные. Это наш третий фильм. Надеюсь, у нас получилось. Оценку предоставим нашим зрителям. Нетрудно было работать с детьми. Есть определённые трудности, но это тоже приятно. Мы желаем Ойбеку Ганиевой ещё больше творческих успехов. Теперь обратимся к нашей юной актрисе Гули. Тебе понравился фильм? Понравился. А тебе понравилась твоя роль, главной героини? Очень. Твоя героиня хорошая девочка? Очень. А это которая роль? Это уже вторая. Как же здорово. А кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Хочу стать знаменитой актрисой. Желаем тебе удачи. Гули очень понравилась своя роль. У неё большие впечатления. А теперь обратимся к ещё одному главному герою. Кем ты хочешь стать в будущем? Знаменитым актёром. Какие впечатления от фильма? Классные. Зорма? Да. Эльбеку тоже очень понравилась его роль. А теперь обратимся к ещё одной молодой актрисе, Сайори, которая сыграла одну из главных ролей. Какие у тебя впечатления? Очень хорошие. Фильм понравился? Да. Мы рады за тебя. Какая ты девочка в жизни. Весёлая, застенчивая. Весёлая. Хотелось бы ещё раз сниматься в кино? Да. Кем ты хочешь стать в будущем? Актрисой. Актрисой? Тогда тебе удачи. Мы желаем больших творческих успехов, сил и терпения, Ойбеку Ганиеву. Будем ждать ещё много новых фильмов. Гордость моя, поздравляю. Ты так классно сыграла свою роль. Ты будешь сниматься и в больших фильмах. Да. Дорогой, смотри, как красиво она была. Твоя фотография очень красиво получилась. Смотри, снимешься ещё в одном фильме, а? Да. А? Выступишь, солнышко моё? Если Ойбек позовёт нас, вместе придём, хорошо? Мне очень понравилась роль Гули. Она отлично сыграла. Да, она очень талантливая. Да. Ойбек Рашидович, можно я подарю этот букет? Можно? Папа, я тоже хочу подарить. Ну, идите вместе. Я долго думала и решила, что после нашей свадьбы я прекращу своё творчество. Семья для меня важнее карьеры. За 13 лет могу смело сказать, что добилась больших успехов. Вклад твоего отца во всём этом безграничен. Я ему благодарна. Мы поженимся. Я постараюсь изо всех сил сделать тебя счастливой. Ты знаешь, после смерти отца мама осталась одна. Я стал для неё опорой. Операция на сердце ослабила её здоровье. Меня это очень беспокоит. Мы поженимся, и у нас будут дети. Я очень хочу, чтобы мама смогла обнимать своих внуков. Я очень её люблю. Большая часть моего времени проходит на съёмках. Я ей уделяю очень мало времени. Поэтому, когда поженимся, я смогу быть спокойнее с ней, потому что ты будешь рядом с ней. Да. Понимаешь, о чём я? На душе будет спокойно. Производительность повысится. Ты знаешь нашу семью с раннего детства. Я тебе доверяю. Ты станешь моей маме как родная дочь. Принеси что-нибудь. Нет, спасибо. Если что, я сам позову. Понял? Ну, теперь можно сказать. Ты же меня понимаешь. По-моему, будет лучше, если мы будем жить отдельно после свадьбы. Что скажешь? Да, ты права. С одной стороны, так будет лучше для нас. Но учти состояние моей мамы. Она нуждается во мне. Не могу её бросить. И жить с моей мамой, это не значит, что ты будешь жить с ней 24 часа. Это... Но ты же меня знаешь. Я не очень-то справляюсь с домашними делами. Я же буду рядом. Справлюсь ли я? Моя сестра тоже поможет. Она навещает маму каждую неделю. Мама тоже поделится своим опытом. Тебе только надо советоваться с ней. Тебе не будет трудно. Ты тоже поможешь. Конечно. Об этом не думай. Сегодня поедем смотреть свадебный праздник, да? Да, обязательно. Через два часа освобожусь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Мама, вы не устали? Нет, дочка, совсем не устала. Может, налью вам чай? Спасибо. Теперь все домашние дела, эти обязанности передам тебе. Всё будет в твоём распоряжении. Можешь выполнять эти дела, как знаешь. Договорились? Договорились, дочка. Да. Ты только не думай, что я принуждаю тебя делать все домашние дела. Нет, конечно. Я тоже буду помогать тебе по мере своих сил. Считай меня, как свою родную мать. Хорошо, мама. Вы тоже будете мне помогать, да? Разумеется. Пусть наши отношения будут приятные, как эти сладости. Умница моя. Наконец-то. Здравствуйте. Здравствуйте. Чем могу помочь? Как вы? Хорошо, спасибо. Руки. Сами так? Вы с Горгаза? С Электросити. Электросити? А, всё понятно. Вы сантехник. Кто же мне? Тогда откуда? Кто вы такие? Вы меня не узнаёте? Позвольте мне представить себя. Ну, я и так знаменитый. Не обязательно мне так суетиться. Столько фильмов. Где же я вас видела? И по телевизору. Вы актёр? Режиссёр. И? Санджар Шадеев. Как вы? Как успехи? Отлично, спасибо. Как вы сами? Хорошо, благодарю. Вы знаете, вы в курсе. В о чём? Что для вашей дочери мы полтора месяца писали сценарий. Есть сценарий. Полтора месяца ушло на это. Продюсер готов, актёры ждут. Но съёмки не начинаются. Почему? Потому что нет вашей дочери. Не можем её найти. Она испарилась. Мы звоним ей на мобильный, на домашний. Но она не отвечает. Отправили смс, нет ответа. Даже телефон её подруге выключен. Мы даже пополнили её счёт. Всё равно не берёт. Почему? Потому что её нет. Зашли к ней домой. И что, знаете что? Якобы её муж не разрешает. Да, правильно, муж не разрешает. Что теперь будет? Столько времени. Зря ушло. А народ ждёт нового фильма. Бедняжки. А у нас нет фильма. Кто будет меня сочувствовать? А? Кто меня поймёт? Самое интересное в том, что продюсер, тот, кто спонсирует медиапродукцию, говорит, если она не сыграет эту роль, не буду предъявлять ни гроша. Знаете, самое обидное, я даже пригласил Зарину. Нет, показал ту. Нет, показал эту. Нет, она не подходит. Даже новичков не осталось. Моя дочь особенная. Но ваша дочь другая. Мы ей заплатим столько, сколько она хочет. Надеюсь, не откажется? У неё муж-то хорошая. А вот свекровь тирана. М-м-м, подходит. Мать, мать. А вы говорите, мать, мать. Вот она, есть мать. Конечно, трудно назвать вас пожилой матерью. Вы такая молоденькая. Всё же не смогли бы сыграть нам роль матери? Да нет. Вы даже отлично подходите на роль сестры. Ой, нет. Ну что вы? Ваша внешность не внушает мать. Но вы красивая женщина, которая сможет сыграть эту роль. Да, я что нет. Да, я прав. Запишите её номер. Сфотографируйте её. Но мы с нетерпением будем ждать вас. Будем ждать. Не заставляйте нас долго ждать. Не отказывайте нам. Я хотела кое-что сказать. Соглашайтесь. Да, забыла ваше имя. До скорого. Режиссёр больших и короткометражных фильмов Санджер Шадьев для вас, Боря. Очень рад нашему знакомству. Взаимно. Взаимно. У вас есть харизма. Спасибо за комплимент. До скорого. Сообщите своей дочери о моём визите. Да, конечно. Да? Удачи вам. Всего хорошего. Удачи. Всё, готов? Да, готов. Так. Ядгор, помнишь свой текст? Да. Настроение должно быть отлично. Ты впервые в кадре. Говоришь своими словами. Это его слова, да? Да, его. Вы пока приготовьте следующую сцену. Всё уже готово. Ну-ка, повтори. Папа, я не хотел обидеть маму. Простите меня. Главное, не забудь сказать «простите меня». Ты понял? Да, понял. Не будешь смотреть в камеру. Ядгор, готов? Да, полностью готов. Готов, да? Будьте внимательны к гриму. Он не должен блестеть, как в прошлый раз. Ясно? Хорошо. Будьте внимательны. Понятно. Джессор, а ты будешь повторять слова за кадром. Будешь диктовать реплику, понял? Ни в коем случае не смотри в камеру. Понял. Все готовы? Да. Тогда вперёд. Всё, 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 хватит. Всё закончила. Помнишь слова? Не забыл? Сконцентрируйся. Вы ему немного помогите, хорошо? Он у нас новичок. Ты в одном кадре с Адгором Миззаджановым. Запишем. Запишем. Готовы? Готов? Камера, мотор, начали. Папа, я не хотел обидеть маму. Я неправильно поступил. Простите меня. Сынок, обижать матерей очень плохо. Больше так не делай, хорошо? Когда вернёшься домой, постарайся её порадовать, сынок. Хорошо. Обещаешь? Простите меня, папа. Ладно, пошли. Стоп, снято. Отлично, снято. Да, короче. Если ты будешь делать всё, что она тебе говорит, она тебе на голову сядет. Лучше, чтобы она не говорила, согласись с ней. Но поступай по-своему. Если она не угомонится, сходи к той гадалке и закрой её рот. Ладно, мама. Поняла? Да, мама, поняла. Если тебе неловко пойти к гадалке одной, можем пойти вместе. Ладно, мама. Не учите меня, как маленькую. Я и так знаю, как надо поступать. Ну ладно, поступай как хочешь. Мама, что вы делаете? Да здесь стало душно. Дайте мне. Нет, что ты. Гули не помогает, разве? Может, она занята своими делами. Гули, почему не помогаешь маме? Иду, мамочка. Её же никто не тиранит домашними делами. Ой, она что-то пробормотала. Ой. Что с ней? Господи. Гули, дочка. Ой. Боже. Дочка. Что с тобой? Мама, мне очень плохо. Что с тобой? Я вся дрожу. Боже мой. Может, вызовем врача? Это тот самый наш доктор. Да. Я отправила ей смс, она скоро придёт. Нечего ждать, надо вызвать скорую. Нет, нет, пускай свой доктор придёт. Я сейчас. Ты пока отдохни. Поспей немного. Я сама заварю тебе чай. Ладно. Я подожду её снаружи. Господи. Хорошо, пойдёмте. Бедная доченька. Ой, боже мой. Мама, не надо было нагружать её домашними делами. Да. Она переутомилась от этих дел. Она не утруждает себя домашними делами, сынок. Мы всё делаем поровну. Я её совсем не принуждаю. Она же актриса, не зная домашние и хозяйственные дела. Вы тоже помогаете ей понемногу. Пожалуйста, мама. Хорошо, сынок. Я сейчас заварю чай и занесу. Ладно, я буду внутри. Не беспокойся. Впрочем, больные после такой тяжёлой операции на сердце поживут год. Максимум полтора года. Обещайте мне. Вы ничего не скажете моим детям. Эльбек, мы с вами снимали несколько фильмов. Они все вышли успешно. Я написал ещё один сценарий для фильма фантастического жанра. Может, прочитаете? Вдруг понравится вам. Скажу тебе открыто. Такие направления тоже должны быть. Но, сняв несколько фильмов, я понял, что наши зрители предпочитают реальные, жизненные фильмы. Поэтому я уже окончательно решил, что впредь я буду снимать фильмы только о родителях, о любви, между родными. Фильмы, которые могут стать уроком для молодёжи. Потому что наши люди нуждаются в таких темах больше, чем в других. Шухрат, ты старайся писать сценарий больше по этим направлениям. Я тебя очень прошу, пожалуйста. Всё, я вас понял. Обязательно так и будет. Но вы это прочитаете? Может, понравится? Да, я обязательно прочту. Но ты постарайся писать сценарий по моим требованиям. Ага, хорошо. Хорошо, удачи тебе. Увидимся. Увидимся. Как вы сами? Хорошо. Не устаете? С братом нетрудно. Да нет, брось его. Как хорошо, что ты пришла. Я так соскучилась по тебе. А ты похудела. Правда? Похудела. Точно похудела. Мама, вы же знаете домашние дела. Может, поэтому? Или свекровь мучает. Нет, точно мучает. Она точно тебя мучает. Она всё выжимает из тебя, я в этом уверена. Нет, мама, вы преувеличиваете. Гружает тебя домашними делами. А сама целых 24 часа лежит, как будто болит. Мама, бросьте. Я её прекрасно знаю. Она тихоня. Мама, вы всё преувеличиваете. Я же не позволю себя обижать. Это только я, как прислуга, делаю все домашние дела. Она очень хитрая. Ты не попадай на её удочку. Она же позволяет навещать вас через день. Почему вы такое говорите? Ты моя радость. Давайте о вас поговорим. Ты для меня всё ещё маленькая девочка. Если она не позволит, я только хочу тебе сказать, что не утруждай себя домашними делами. Ты красавица, знаешь? Нечего возиться с домашними заботами. Мама, всё, мне пора. Подожди. Уже поздно. Сегодня её родственники придут в гости. Надо подготовить ужин. Ты одна будешь готовить ужин? Поменьше возись на кухню. Если нужно, могу отправить тебе готовую еду. Мама, в этом нет необходимости. Главное, ваше здоровье и счастье. Я пошла. А то ужин опоздает. Если тебе что-то нужно, скажи мне. Поняла? Дай мне знать, если тебе хочется чего-то. Ещё что хотела сказать. Я пошла. Ну ладно, забыла. Это будет ваш первый фильм. Поэтому играйте свои роли очень внимательно. Мы выбрали именно вас на кастинге. Итак, сейчас мы вам раздадим ваши тексты. Не волнуйтесь, не спешите. Сейчас вы сыграете свои роли по очереди. А текст прочтёте из бумаги. Всё понятно? Сделайте им грим как следует. Да, поняла. Всех. Мы посмотрим ваши роли именно в гриме. А ты будешь их всех проверять. Поняла. Проверю их всех. Не растеряйтесь перед камерой и сыграйте свои роли как можно лучше. Сегодня я оценю ваше исполнение. Дай-ка текст. Дни. Твоя роль в первый день, а вы вдвоём на третий. Ваши кадры в один и тот же день, а твой в последний день. Запомните эти дни. Да, запомнила. Вы и сами запомните. Мы вас преобразим так, как надо в кино. Приходите в костюмах, в которых мы вам дадим. А сейчас выступите перед камерой по отдельности, а я посмотрю видеопробы. Не волнуйтесь перед ними. Репетируйте. Все по очереди. Давайте. Начали. Друг, ты обещал взять меня на съёмки. Так, пойдём? Пойми, там и так много людей. Ты сам вчера обещал мне. Поэтому я зашёл. Ладно, Алишер, завтра я поговорю с режиссёром и позвоню тебе. Ладно, обязательно позвони. Всё, не беспокойся. Зайди к нам. Поболтаем. Хорошо. Джасур? Джасур! Да? Ну, когда ты поумнеешь? Ты прям прилип к своему телефону. Я сколько раз говорила, не разговаривай так много по телефону. И наушники повесил на шею. Из-за этого телефона, наушников, какие ужасные несчастья случаются на улицах. Ну, когда ты начнёшь слушаться? Я тебя не узнаю. Ты изменился. Я ума не приложу. Как ещё надо поступать с тобой? Я тебе сотни, не тысячу раз объясняла. Что ещё мне остаётся делать? Все эти съёмки портят тебя. Из-за съёмок ты бросил математику. Из-за них бросил спорт. Из-за них ты изменился. Во всём виноват твой зять. Ты лучше иди к нему. Живи с ним. Переселись к нему. Живи сестрой. Он портит тебя. Ты играешь мне на нервы. Я уже не понимаю, что я говорю. Я схожу с ума. Ты достал меня. Я хотела ещё что-то сказать и забыла. О, Господи. Ну что же я хотела сказать? Стой! Глупец! Вот и бабушка. Здравствуйте, бабушка. Здравствуй, мой хороший. Как ты? Хорошо. Мама, как вы? Как вы себя чувствуете? Сердце не беспокоит? Чуть-чуть. Мама, а вы сможете с ним посидеть? Конечно. Сегодня поздно вернусь с работы. Можно, мама? А может, попьёшь чай? Спасибо. У меня дел по горло. Берегите себя, хорошо, мамочка? Да. Да, если вам что-нибудь понадобится, звоните. И не утруждайте себя домашними делами. Пускай сноха пошевелится. Ну ладно, мама, я пошла. Дочка, Галихан, подойди ко мне, пожалуйста. Завари мне крепкий чай. Кажется, давление повысилось. Очень плохо. Мама, как только вернусь, заварю. А куда ты собралась? Ты спросила у мужа. Мама, мы же взрослые люди. Уважаем друг друга. Понимаем друг друга. Я очень спешу, мне пора. Заварю, когда вернусь. Да, дочка. Рустам. Да, бабушка. Подойди сюда. Да, бабушка. Мне плохо. Позови нашу соседку Дурдона, пожалуйста. Иду. Быстрее. Бабушка, ее нет дома. А может, позвонить маме? Что скажете? Да. Позвони ей. Я сейчас. Мама, как вы? Умница моя. Давайте помогу. Ты мое солнышко. Мама. Да. У меня отличная новость. Ну, давай, я слушаю. Я и сама удивилась. Ну, выкладывай, порадуй меня. Мама. Да. Скоро вы станете бабушкой. Да, стану бабушкой. Что? Вы станете бабушкой, мама. Отличная новость. Отличная новость. Я должна что-то сказать. Дайте это мне. Я... Садитесь, мама, садитесь. Классно, да? Солнышко мое. Я так рада, мама. Когда впервые услышала, я не находила себе места от счастья. Доченька моя, вы станете бабулей. Ваш внук прибегает к вам. Бабушка, бабушка. Вот это новость. Прекрасно. Цветы. Пойду к вам в роддом с букетом цветов. Там будет пресса, журналисты, интервью. Я все вокруг разукрашу цветами. О, спасибо, спасибо. Отлично. Отличная новость. Это счастье для меня. Счастье. О, моя доченька. А ты сама справишься? Я же не ребенок, мама. Тебе не будет трудно. Нет, мама. Я все еще помню, как ты прям вчера играла здесь. Ну, мама, справишься. Конечно. Это очень трудно. Сегодня ты останешься у меня. Нет. Ты должна остаться. Вместе пойдем в ресторан, потом я вернусь домой, мама. А вы наденете красное платье, которое я сегодня подарила вам, да? Конечно, конечно, одену. Хотела кое-что сказать тебе. Ну, давайте я помогу вам. Идемте. Добрый вечер, мама. Как вы? Как самочувствие? Добрый вечер. Все нормально. Сестра, как ты? Спасибо. Почему такая хмурая? Настроения нет, что ли? Ты что, не можешь заставить свою жену слушаться тебя? Мама, что случилось? Что-то не так? Все хорошо. Ты прекрасно знаешь, что маме плохо. А твоя жена... Сестра, мы же взрослые люди, а ты говоришь такое. Ты чересчур вмешиваешься в нашу жизнь. Хватит своих норовоучений. Все хорошо. Если бы моя жена сделала что-то не так, мама сама рассказала бы мне. Что? Я не поняла. Я тебя не узнаю. С каких пор ты начал заступаться за свою женушку? Давай не будем ругаться. Я и так устал. Сегодня были долгие съемки. Давай завтра все обсудим. На свежую голову. Это в курсе, который час? А твоей жены все еще нет? Она у своей мамы. Не скитается же по базару. Ну все, прекратите. Она у своей мамы. Все хорошо. Она же сказала ему. Предупредила. Вы ничего не говорите, мама. Почему она не сказала маме? Мама так волновалась за нее. У нее давление повысилось. Вряд ли из-за нее повысилось у мамы давление. Мама могла бы спросить у меня. Успокойтесь. Не ссорьтесь, пожалуйста. Все хорошо. Все нормально. Вы всегда так говорите. Она вам такое устроит, если вы не откроете глаза. У меня нет сил больше. Вот увидите. Сестра, ты слишком многое себе позволяешь. Ты уже гость здесь. Знай свое место, пожалуйста. Зачем устраивать сцену, а? Хватит уже. Ну все, дети, угомонитесь. Для меня самое главное ваше счастье. С ней все хорошо. Она у своей мамы. Ой, все еще не спишь? Который час? Я навестила маму. Я в курсе. Сегодня я чувствовала себя не очень хорошо. Пошла к врачу. Я прямо летала в облаках от услышанного. Сразу побежала к маме, чтобы поделиться. Хватит оправдания. Пожалуйста. Не ругай меня. Я специально не осталась у нее, чтобы сказать тебе... Чего еще затеваешь? С чего бы начать? Скоро ты станешь отцом. А? Здорово. Правда, отлично. Ты знаешь, мама передала тебе шоколад. Почему раньше не сказала? Тебя же не было. Ты был на работе. Я не находила себе места отрадости. Врач что сказал? Завтра мы вместе должны пойти к врачу. Доктор хочет с тобой поговорить. Ладно. Если бы пораньше сказал, я тебя не поругал. Но ты же был занят. Ладно. Ну, пошли. Так, закончили еще два эпизода. Подготовьте все. Текст следующего эпизода готов. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, готов. Остальное оставьте мне. Это меня не касается. Да, это дело режиссера. Сегодня... Хорошо. Кран нужен? Да, конечно. Да, нужен. Да. Подготовьте. Я скоро. Хорошо? Хорошо. Нужно, оказывается. Большой такой. Помнишь? Софтбоксы готовы, да? Да, именно на сегодня. Не забудьте. И чтоб камера не качалась, как вчера. Проследите. Ага, понял. Эльберека, вчера мне пришла одна идея. Так. У нас нет дизайнера. Может, пригласим Махиру Азимову? Угу. Ну, я слышала, она ждет за границей. Да, я тоже. Да. Но мне сказали, что она вернулась на прошлой неделе. Да? Вернулась? Да, она точно вернулась. Да. Пока кто-то другой не пригласил ее, давайте мы первым пригласим. Она же профи своего дела. Она нам поможет. Было бы отлично. Да, было бы здорово. Хорошо. Найдите ее номер. Позвоним ей. Хорошо? Хорошо, обязательно найдем. Сегодня же позовем ее. Джасур, я сколько раз позвонила Гули, она не берет. Ты позвони ей. Я переживаю. Что случилось? И что случилось? Не догадываешься? Соскучилась по ней. Хочу ее видеть. Привези ее к нам. Ты слышишь меня? Мама, она же вчера приходила. Ты что несешь? Забыли, что ли? До вечера сидели вместе. Вчера сходила в банк. Как такое возможно? Мама, она сходила в банк рано утром, а пришла днем. Тогда когда я была в банке? Утром. Да, правда? На обед ели жареную курицу. Не помните? Нет. Боже. Это ты во всем виноват. Ты заставил меня нервничать. Я все забываю, куда, когда пошла. Все говорят, ты вообще на меня не похож. Пошел на отца. Не заботишься обо мне. Не обращаешь на меня внимания. Его командировка тоже затянулась. Гули не разрешают приходить к нам. Понимаешь, они ее портят. В этом есть и твоя вина. Не заботишься о ней. Будь заботливым. Мне трудно справляться одной. Ну что я должна была делать? Позабыла. А, вспомнила. Вы должны проходить врачебный осмотр вовремя. Делайте все, как я вам объяснила. Не забывайте про ежемесячный осмотр. Мы вместе будем приходить. Мы должны следить за вашим здоровьем. Да, все ясно. Берегите себя. Спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо. Поняла? Ты не должна пользоваться компьютером и мобильным. Да, поняла. Сейчас сериал начнется. Мама. Да. Знаете, сейчас Гулия не должна нервничать, нагружать тебя тяжелыми делами. Да, знаю. Но, сынок, в этом доме никто не загружает ее тяжелым трудом. С тех пор, как она пришла в этот дом, я не помню, чтобы она в каком-то деле помогла мне. Не помню. Ты и сам это хорошо знаешь. Да, вы правы. Но мы сходили к врачу. И что? Доктор сказал, что есть угроза выкидыша. Она велела быть поосторожнее. О, Господи. Было бы лучше, если бы вы оградили ее от всех домашних дел. Хорошо, сынок, хорошо. Если надо что-то делать, скажите Дурдоне. Она и раньше часто заходила к нам помогать вам. Я и сам могу ей сказать. Дурдона и так помогает мне по хозяйству. Ей очень благодарна. А чай я уже привыкла заваривать себе сама. Мама, пожалуйста, будьте с ней вежливее. Ладно, сынок. Она и так уже давно не общается со мной. Очень давно. Она еще молодая. Да. Молодая. Надеюсь, однажды она изменится. Пожалуйста, мама. Ясно. Хорошо, я же рядом с вами. Только закончи эти съемки, я буду дома. Хорошо, сынок. Не беспокойся. Алло, Дальдора, привет. Как дела? Да, хорошо. Есть отличная новость. Да. Я хотела с тобой посоветоваться. Да, нужна твоя помощь. Где ты заказывал эту самую кроватку для внучки? Где я купила? Я хочу именно такую. Да. 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 Моя дочь беременна. Надо подготовиться. Спасибо. Не знаю. Мы пока не знаем пол. А вдруг близняшки об этом не спросила еще? Да? Тогда давай закажем две. Один будет у меня, один у нее дома. Так будет лучше. Единственная дочь и что? Я хоть целый мир подаю ей. Ты же знаешь, самое лучшее для нее. Ты скажи мне, кому можно заказать самую красивую кроватку? Давай вместе поедем. Да. Давай закажем быстрее, Дальдора. Скажи, а сколько уйдет на изготовление кроватки? Да. Ну тогда давай поспешим. Я буду ждать. Я еще поговорю с Гули. Узнаю, девочка или мальчик. Хорошо, понятно. Когда? Чего? Когда? Ну ладно. Жду не дождусь. Спасибо. Спасибо, Дальдора. Пока, солнышко мое. Как будто она вчера была вот такая маленькая, сладкая. Вы должны побольше отдыхать. Хорошо. Вам категорически нельзя нервничать. Хорошо. Берегите себя. Хорошо. Принимайте лекарства вовремя. Обязательно. Вам нельзя много двигаться. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуй, сынок. Хорошо. Как вы сами? Что опять случилось? Вам плохо? Сердце беспокоит, сынок. Естественно. Вы же целый день сидите на одном месте. Если бы немного прогуливались или ходили к врачу пешком, так бы не случилось. Ей нельзя много ходить. У нее давление. Ей сейчас очень плохо. Это из-за малоподвижности. Если бы она побольше ходила, такого не было бы. Я хочу, но сердце беспокоит. Спасибо вам. Я вам позвоню, если что. Хорошо. Хорошо? Спасибо, дочка. Я сама позвоню вам. Мне уже лучше. Давление повысилось. Говорит, нельзя много ходить. Сердце сжимается. Вы целый день сидите у тебя в комнате. Мама, в такую погоду надо почаще ходить по улицам. Хорошо. Вы побольше ходите. Улучшится кровообращение. Хорошо, сынок. Доктор же сам сказал, что после этой операции вам надо больше ходить. Мы эту девушку достаточно побеспокоили уже. Если она 30 раз в месяц будет приходить к нам, представляете, как дорого это нам обойдется? Мне не важно, но вы же знаете, после свадьбы у нас и так много расходов. Мне сейчас нелегко, и фильм затянулся. Поэтому ходите к врачу сами. Хорошо, сынок. С завтрашнего дня буду ходить. Или скажите мне, я сам вас подвезу. Ладно, мама? Я опаздываю. Вернусь через час. Впрочем, больные после такой тяжелой операции на сердце поживут год, максимум полтора года. Обещайте мне. Вы ничего не скажете моим детям. Брат, сначала снимем это, потом это. По-моему, так будет лучше. Угу. Угу. Да, ясно. Для этого нам нужна камера. Брат, извините, у вас есть время? Ты же сам видишь. Я занят. В чем дело? Я из интернета только что нашел опытного врача. Ну, а что, в фильме есть роль доктора? Или есть больница? Нет, вы меня неправильно поняли. Тогда почему ты об этом говоришь? Может, покажем вашу мать этому доктору? Джасу. Да. Во-первых, ты видишь, я работаю. Во-вторых, если оператор не закончит за два дня, расход будет на моей шее. Он очень опытный врач. Он вылечил много больных из Узбекистана. Маме сейчас хорошо. Каждый день приходит к ней доктор, осматривает. Или твоя сестра что-то сказала? Нет. Тогда почему это говоришь? Брат, она же ваша мать. Разрешите? Я сам подвезу ее. Нет, не говори так. Сейчас все это докончим. Осталось два эпизода. Напомни, это вечером около восьми. Договорились? Да. Брат, вы разберитесь с этим. Ага. А это оставим на завтра. Хорошо. Ладно. Ясно. Сил вам. Все в порядке, доктор? Эльбек. Знаете, почему я вас вызвал? Вы сами понимаете, что после операции вашей матери прошло много месяцев. К счастью, ее состояние восстановилось после такой операции. Да. Но судя по последнему диагнозу, ее состояние ухудшилось. Она очень сильно расстроилась из-за чего-то. Вы вообще заботитесь о ней? А? Вы заботитесь о ней? Она очень сильно беспокоилась. Ну, я покупаю ей нужное лекарство. Этого недостаточно. Ей нужна любовь, забота. Она же ваша мать. Как сказать? Понимаете, ее здоровье сильно ухудшилось, Эльбек. Я понял. Поэтому дарите ей свою любовь, чтобы потом не сожалеть. Эльбек, не принимайте мои слова поверхностно. Хорошо, я вас понял. Вы меня поймите. Здравствуйте. Можно с вами сфотографироваться? Да, конечно. Давайте. Я вас сам сниму. Брат, может, улыбнетесь немного? Ладно, ладно. Все, снял. Спасибо, ребята. Спасибо вам. Эльбек, не принимайте мои слова поверхностно. Да, конечно. Не смог толком нубнуться. Кто же мне? Звезда. После одного успешного фильма стал крутым. Ребята, можно вас? Здравствуйте. Здравствуйте. Вы представляете, в каком он состоянии сейчас? Нет. Его мать в тяжелом состоянии. Он находит время с вами фотографироваться, а вы тут говорите всякое о нем. Извините, мы не знали. Вам не стыдно? Простите нас. Теперь плюс семь. Добрый день, тетушка. Добрый день, дочка. Заходи. Как вы, тетя? Хорошо. А как сама? Хорошо, спасибо. Хотела угостить вас с фруктами. Доченька, какая ты заботливая. Ешьте на здоровье. Может, вам чем помочь? Спасибо. Вчера ваш сын и моя мама встретились на улице, и он сказал... Что он сказал? Сказал, что вашей снохе сейчас плохо. Попросил меня помогать вам. Ей нельзя сейчас нагружать себя. Может, я вам помогу? Да нет, в нашем доме нет тяжелых работ. Спасибо. Если что, скажу. Зовите в любое время. Хорошего дня. Не стесняйтесь. Зовите меня. Хорошо, доченька. Заходите к нам. У меня домашние дела. Позже зайду. Ладно, спасибо. Какая красота. На, попробуй. Бери. Спасибо. Послушай, почему ты так делаешь? Ты такая наивная. Совсем же нетрудно справиться с этим. Но раз уж так, я сама заплачу. Я дам тебе эти деньги. На моем день рождения все должно быть. Одевайтесь одинаково. Все одинаково. Не надевайте те платья, которые надевали на свадьбе дельфузы. Нет. Так не пойдет. Гули. Не понимаешь ты, Гулихон. Мама. Мамочка. Тебе же нельзя так много разговаривать по телефону. Врач же сказала. Не нервничай. Ты очень сильно нервничаешь, доченька. Я разговариваю с подругой по важному делу. Позвольте докончить наш разговор, мама. Конечно. Береги себя. Хорошо. Хорошо. Послушай. Передай всем. Собери всех. Не знаю. Я же не могу позвать всех отдельно. Заехать каждому из вас домой. Раздать вам пригласительные. Да пойми. Мой день рождения должен быть торжественным. Все ждут. Зрители не видели меня с тех пор, как я вышла замуж. Им интересно, как я выгляжу. Все должны прийти на мой день рождения. Ты меня слушаешь. Запомни. Все должны быть в синих платьях. Проблема в деньгах? Я отдам вам эти деньги. Только реши это быстрее. Договорились? Ну все. Кажется, свекровь подслушивает меня в соседней комнате. Ну пока. Сестра. С тобой все в порядке? Да. Мне кажется, что наоборот. Не переживай. Со мной все хорошо. Или мне поговорить с Эльбейком? Нет, нет. Не надо. Или позвать ваших племянников? Не надо. Не скрывай от меня. Сердце немного беспокоит. Ты же знаешь. Все хорошо. Как ты сам? Хорошо. Спасибо. Как прошла командировка? Хорошо. Эти пятнадцать дней. Пятнадцать дней прошли как целый год. Когда я думаю о тебе. Совесть мучает меня. Где Эльбей? Прошло уже полчаса. А твоя сноха даже чай не заварила нам. Я очень беспокоюсь. А ты все время защищаешь их. Ничего не говоришь. Ей сейчас плохо. А она мне помогает. Все хорошо. Ты не переживай. Мне сейчас лучше. Если тебе нужна помощь, если что-то нужно, скажи ему. Сестра, если будешь что-то скрывать от меня, я сильно обижусь. Дорогой мой, я рада, что у меня есть такой брат, как ты. Ты моя опора. Попросила скрыть, что сказал доктор. С тех пор я постоянно думаю об этом. Они не должны знать. Да, я знаю. Никто не должен знать. Это должно остаться между нами. Значит, мать готова? Да, все готовы. Сын? Готов. У девушки, которая играет роль, не место. Плохо получается. Поговори с ней. Да, поговорю. А вы закончите съемки сегодня? Мы же стараемся. Та девушка все тянет. Где гример? Все понятно. Бутня готови. А ты позвони всем участникам. Хорошо. Камера готова? Да, готова. Если все готово, отлично. Начнем, как только она придет. Ой, здравствуйте. Дядя? Как вы? Нормально. Оказывается, недавно звонили. Я был полуши занят. Почему ты не заботишься о матери? С ней все хорошо. Увидел. Невестка занята сама по себе. Прилипла к своему телефону. Вы что, заходили? Послушай меня. Ей очень плохо сейчас. Запомни. Если ты не будешь заботиться о ней, я ее увезу к себе. Довольно? Я такого от тебя не ожидал. Да, я уже близко. Посмотрим, что скажет. Да. Та самая гадалка. У меня просто не осталось другого выбора. Ладно, мамочка. Черт. Возьмите все необходимое для грима. Найдешь номера всех нужных актеров с их фотографиями. Отдашь их моряке, а ты всех позовешь. А, брат, вы должны решить вчерашнее дело. Бабур, ты будь внимательный, чтобы камера снова не сломалась. Ты в тот день говорил то же самое. Из-за этого были вынуждены остановить съемки. Я прошу вас, будьте повнимательнее. Здравствуйте. Да. Добро пожаловать. Как ваши дела? Как видите в разгаре. Ты так изменилась. Я тебя сразу не узнал. Да, вы тоже изменились. Работаем. Вы женились. Новый фильм вышел. Хотел пригласить, но не смог найти. Поздравляю вас. Спасибо. Знакомьтесь. Это мои друзья и коллеги. Здравствуйте. Так, а та самая Махера Азимова собственной персоной. Здравствуйте. Джасур так ждал вас. Короче, сегодня съемки. Здравствуйте. Привет, сестра. Мы готовились к съемкам. Как ты? Да, хорошо, спасибо. У меня к тебе разговор. Давайте распределим обязанности. Отлично. Давайте перейдем сюда. Как твои дела? Нормально. Как мои племяшки? Отлично. Твоя жена ходит к гадалке. Я увидела ее своими глазами. Какая еще гадалка? Та гадалка в соседнем хале. Она к ней ходит. Гули? Да, гули. Я же только что поговорил с ней по телефону. Ты что несешь? Послушай, ты не доверяешь своей родной сестре, а своей жене Лгу не доверяешь. Так? И с каких пор... Она не врет мне. Сказала, что сходит в магазин за водой. Нет, с каких пор ты ставишь ее выше меня? Ты неправильно все понимаешь. Ты... ты чересчур вмешиваешься в мою жизнь. Не кричи на меня. Я надеялась, что ты станешь продолжателем нашего отца. Ты бы хоть о матери подумал. Она дома... По-твоему, я не думаю о ней? Каждый день подвожу ее в больницу. Уделяю ей два часа. Не кричи на меня. Ты не замечаешь, что творится дома. Твоя жена даже не может заварить чай. Опять эти слова. Целый день болтает по телефону. Не ухаживает за мамой, не помогает ей. Она просто все время красуется по городу. Она важнее тебя, чем мы. Это так? Сестра, почему ты все время так говоришь, когда я так делал? Я... я же ненарочно. Слушай меня внимательно. Я такого от тебя не ожидала. Ты бы побольше думал о своей маме, чем о жене. Сестра. Почему так происходит? Почему? Почему? За что? За что? За что? Алло. Алло, Гури. Алло. Ты где? Дома? Ты сходила к гадалке? Скажи мне правду. Слушай меня. Не пытайся меня обмануть. Чего? Ты бы могла сказать это пораньше. Так трудно предупреждать. Я чуть ли не порвал родственные связи с родной сестрой. Почему ты так поступаешь со мной? Все. Перезвоню, когда освобожусь. Будь дома. Уф, мама. Что? Опять начали уборку? Да, здесь. Дайте тряпку. Мне стало скучно. Дайте тряпку. Нет, не стоит. Тебе нельзя, дорогая. Мне говорите одно, а людям другое. Вы уже успели посплетничать с соседями за моей спиной, да? Думаете, я не знаю? Своей дочке жалуетесь? Хотите очернить меня перед вашим сыном, да? Да нет, вовсе нет. Тогда пускай ваша дочь уведет вас к себе. Ее терпения не хватит и на три дня. Ты что несешь? Постоянно притворяйтесь больной, мамочка. Вы бы немного посочувствовали мне. Хотите очернить беременную женщину перед мужем? Господи. Нет, не нервничай, пожалуйста. Я вас прекрасно знаю. Даже ваш сын злится на меня. Ваша дочь тоже. Говорит, не заботишься о нашей матери. Не ухаживаешь за ней, потому что вы жалуетесь. Я не жаловалась. Нет, мы обе не будем этого делать. Иди в свою комнату. Скоро ваш сын придет. Не старайтесь меня очернить перед ним, хорошо? Хорошо, отдохни немного. Я так устала. Да, доченька. Здравствуйте, мама. Здравствуй, дорогая. Мама? Да? Оказывается, муж нашел другую. Да? Кто она? Актриса, вы ее знаете. Не помню ее имени. Ты не расстраивайся. Я это чувствовала. У меня были сомнения. Подожди. А свекровь? Она молчит, что ли? Да, мама. А ты ей не сказала об этом? Ну что она может поделать, мама? Она умеет только упрекать меня. Издевается надо мной, мамочка. Я же предупреждала тебя, цени себя. Мама, ей осталось немного до могилы. Она мне до смерти надоела. Могла бы ей сообщить, об этом остановила бы своего сына. Нет, мама, она и так нездорова. И ее сын ангел для нее. Ну что я могу поделать, мамочка? Ладно, я разберусь. Ладно, мы должны это решить. Не бери себе в голову. Пока, мамочка. Ас-салам алейкум, мама. Как вы? Ты рано вернулся. Что-то не так? У тебя же много было дел. Гулия вызвала. Я сейчас с мамой. Попытись здесь. Интересно, что с ней? Что случилось? Почему позвала? Привет. Привет. Просто так. Захотела тебя увидеть. Нечего отвлекать меня от работы. И вызывать в такое время. Ведь говорят же, беременная женщина ведет себя, как ребенок. Я тебе тысячу раз говорил, не сиди перед компьютером. Тебе нельзя долго сидеть. Не ругай меня. Мне интересно почитать последние новости о тебе. Я твой муж. Спроси у меня самого. Ты же знаешь, куда я хожу, что я делаю. Все, выключи компьютер. Когда ты злишься, ты мне еще больше нравишься. Действительно, беременная женщина, как ребенок. Ладно, мне пора на съемки. Вернусь через два часа. Мама, как настроение? Посиди со мной немного. Я очень спешу на съемки. Взгляни на эту фотографию. Оу. Я как вчера помню тебя таким, сыночек. Ты был таким маленьким. Да, это было после первой премьеры папы. Сынок, я желаю, чтобы ты осуществил все мечты своего отца. Ты помнишь, он всегда стремился снимать очень хорошие фильмы. Ага. Теперь ты продолжишь его дело. Ты смог поступить в институт. Окончил отлично. Твои первые фильмы стали успешны. Все хорошо. Спасибо, мама. Многим они понравились. Дальше тоже продолжай снимать такие фильмы. Да, мама, обязательно. Фильмы со смыслом. Дай бог, мама. А еще, не забывай о нас. Про меня, про свою жену, в общем, про свою семью. Конечно, мама. Пусть сбудутся все мечты твоего отца. Ты мой самый любимый сын, сыночек. Спасибо, мама. Мама, поймите, я очень спешу на съемки. Сегодня закончим, и мы с вами поговорим о старых добрых временах. Хорошо? Да, обязательно. Благословите меня. Хорошего настроения. Люблю вас. Хорошо, сынок. Эльбек. Я хотела тебе так много сказать. Не успела толком поделиться с тобой. Ты пошел на отца. Он тоже недослушивал меня и уходил все время. Эльбек, а ты выучил все слова, которые я тебе показал, а? Да. Теперь будешь их красиво рассказывать. Не забывай. Хорошо. Молодец. Хорошо. Готовы? Мотор, начали. Гури, здесь у тебя тоже есть эпизод. Ты обижаешь свою мать. Чтобы порадовать ее, попросишь у нее прощения. Поняла? Готовы? Начнем. Мотор, начали. Мама, простите меня. Больше такое не повторится, пожалуйста. Простите меня. Хорошо, продолжаем. Здравствуйте. Не помешали, мне встаете. Что вы здесь делаете? Ведь попадете в кадр. А? Я сына привела. Почему? Он же попал в кадр. Папа, я тоже хочу стать актером. Хорошо. Подождите здесь немного. Сейчас посмотрим. А вы пока посмотрите. Ладно? В сторонку. Давайте продолжим. Мамочка, простите меня, пожалуйста. Я вас больше не обижу. Если опять буду обижать, можете меня ругать, пожалуйста. Товарищ режиссер, вам не трудно? Нет, ничуть. Извините за беспокойство. Все. Стоп, стоп. Жена так хотела видеть ее исполнение. Как она? Хорошо справляется? Да, очень хорошо. Но надо еще практиковаться. В чем именно? Нужно поработать с интонацией. Привыкнет, если будете практиковать больше. Но у нее явный талант. Уже два часа. Она придет или нет? Я ей позвонила. У нее мама заболела. Целая группа ждет ее. Я и самую очень неловко. Она попросила прощения. У меня тоже мать больна. Я же прихожу на работу. Мы же должны ее понять. Это ее мама. Брат, вы неправильно все поняли. Джасур, ты пойми, это кино. Ты еще молод. Много чего не понимаешь. Это кино. Эльбек, не расстраивайтесь. Ее мать заболела. Давайте лучше снимем другие эпизоды. Махера, ты... Ты лучше не вмешивайся. Я и так нервничаю. Твои слова излишни мне. Позвони и позови ее. Ой, я вас не узнаю. Это что за поведение? Слушай, не суй нос в чужие дела. Поняла? Что? Не поняла. Если тебе не нравится, можешь идти. Да. Вот именно. Хорошо. Прекрасно. Не осталось ни следа от прежнего Эльбека. Очень жаль. Никто меня не понимает. Чего уставился, а? Найдем другую. Вот давляк. Со сколькими работал? Запросто найдем. Но она хорошо справляется. Нечего учить меня. Мне и так хватает своих проблем. Как и ваше здоровье? Спасибо. Намного лучше. Как вы поживаете? Хорошо. А сами как? Слава богу, все хорошо. Принимайте сватов. Да, принимаем, как все люди. Даст бог. Увижу свадьбу Дурдоне. Дай бог. Я уже устала. Ей никто не нравится из кандидатов. Почему? Она всем отказывает. Последним тоже отказала. Ей не по душе. Понятия не имею. Жаль. Очень жаль. Я не всем могу это сказать. Но вы мне как родная сестра. Открою вам сердце. Мне кажется, ваш сын ей не безразличен. Мне так кажется. Как только Эльбек женился, она изменилась до неузнаваемости. И знаете, что она сказала? Унешность будущего жениха должна быть похожа на Эльбека. Представляете? Бедняжка. Вы только не берите это в голову. Я просто излила вам душу. Нет, я все правильно поняла. В этом году ее обязательно выдам замуж. Дай бог. Она очень добрая девушка. Пусть она встретит человека своей мечты. Дай бог. Спасибо вам большое. Давайте попьем чаю. Спасибо. Привет. Я так устал. Кто это? Я тебя спрашиваю. Махера, это же Махера. Какая еще Махера? Костюм Эр Махера. Работает с нами в кино. Почему он фотографируется с тобой? Вы постоянно вместе фотографируетесь. Дай телефон. Не играя мне на нервах. Она все время ходит за тобой. Или держит твой костюм. Или расчесывает твои волосы. Все время ее фотки. А что люди подумают? Ты бы хотя бы... Подумал обо мне. Сидя дома... У тебя что, друзей нет? Нашла себе повод для ссоры. Да, нашла себе повод. Ты бы лучше помогла маме. Из-за тебя я бросила свою карьеру. Ну что подумают люди? Ответь мне. Фотографируешься. С кем попала? Она сегодня уволилась. Перестань. Вот и здорово. Не делай из мухи слона. Перестань ругаться со мной. Тебе нельзя нервничать. Гули. Тебе нельзя нервничать. Не кричи на меня. Иди лучше помоги маме. Тогда не фотографируйся с ними. Заткнись, женщина. Что люди подумают? Ну почему ты не думаешь обо мне? По-моему, я не думаю о тебе? Тебя не волнуют мои чувства. А что я должна думать? Кстати, соседняя девушка. Как её звали? Дурдона. Дурдона. Впредь она вообще не будет к нам заходить. Ты чего прилипла к ней? Не будет и всё. С чего это? Не будет топтаться под домами. Тогда кто будет делать домашние дела? Постоянно возится возле мамы. Она маме помогает. Казаться лучшей. Ненавижу её. Пусть не заходит. Ведьма! Нечего выдумать всякую ерунду. Хватит! Мама? Да, сынок. Пусть Дурдона не заходит к нам. Наша соседка? Да, она. Пускай и не заходит. А что плохого она сделала? Ну не в этом дело. Она помогает мне в домашних делах. Да, знаю. Но она не нравится Гулей. Что? Может, что-то сказала ей? Господи. Вы сами как-то объясните ей, мама. Дома мне нужен покой. Мы только что поругались с Гулей из-за неё. Ладно, мама? Я пошёл. О, Господи. Это ещё что? Ах, сынок, сынок. Зря Бог создал матерей. Говоришь, любишь. Но не можешь найти и минутку, чтобы послушать меня. Тебе некогда. Не зря говорят. У ребёнка заболит пальчик, а у матери сердце. С какими надеждами я тебя вырастила. Снял фильм о матери. Показал матерей как самых великих людей в этом мире. Да. Ладно. Я на тебя не обижаюсь, сынок. Все матери готовы жертвовать собой ради своего ребёнка. Все. Мать всю жизнь живёт ради своих детей. Я тебя благословляю, сынок. Будь счастлив. Пусть сбудутся все твои мечты. Удачи тебе. Салют. Бог в помощь. Здравствуйте. Как успехи? Нормально. Как и тут съёмки? Отлично. Где Эльбек? У себя в кабинете. В кабинете, да? Привет, брат. Привет. Как вы? Нормально. Есть время? Да, конечно. Давайте сюда. Да, есть разговор. Сегодня последний день закончим съёмки. Почему Наргиза ушла? Я в этом не виноват. Я её не уволил. Выхожу на площадку, а её там нет. Что я должен был делать? Я до сих пор понятия не имею, почему она ушла. Я знаю, почему. Если знаете, найдите её. Закончим съёмки. Хоть за два дня, если нужно. Найду. Найдите. Только не обвиняйте меня. Дочка. Гулихон. Ой. Гулихон. Дочка. Что с тобой? Открой глаза. Гулихон. Я сейчас вызову врача. Не пугай меня, доченька. Почему она не отвечает? Алло. Здравствуйте. Как поживаете? Я хотела поговорить со своей дочкой. Она не отвечает. Не поняла? Что? Что? Да? Я сейчас подъеду. О, боже. Я что... Что я хотела сделать? Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы? Где моя дочь? В палате. Она упала в обморок. Почему? Я не знаю. Когда я вошла в ее комнату, она лежала без сомнений. А где ее муж? Я ему позвонила. Но, видимо, телефон выключен. Как она? Она сильно занервничала от того и потеряла сознание. Ладно, я пойду к ней, извините. Почему? Причину надо спросить у вас. Я отдала вам свою единственную дочь. Она должна была стать членом вашей семьи. Не надо было выдавать ее за мужчину без отца. Но она сама захотела этого брака. И я согласилась. Но я не ожидала, что вы доведете мою беременную дочь до такого состояния. Боже мой. Вы слишком многое себе позволяете. Бедняжечка моя. Не оскорбляйте меня. Хотя я без мужа, но вырастила своих детей правильно. Зарабатывала честным путем. Кроме вашей дочери было много кандидатов. Неужели? Мой сын выбрал вашу дочь. Да разве? Если у вас было много кандидатов, у меня тоже было море кандидатов. Господи, что вы говорите насчет вашей дочери. Послушайте меня. По сей день помогла ли она мне хоть в самом мизерном деле по дому? Да бросьте. Она даже не заварила мне чашку чая. Нечего лгать. Нечего клеветать. Я прекрасно знаю свою дочь. Прекратите. Я все по дому делала сама. Если не могла, то мои соседи помогали мне. Вы знаете, ничего не изменилось в моем доме с ее появлением. Да все, хватит уже. Я бы хоть раз жаловалась на нее. Жаловалась на свою сноху. С тех пор, как мой сын сказал, что она беременна, и ей нельзя нервничать. Я ее вообще не беспокою. Я... Я терплю все ее прихоти. Я ни разу не ругала ее. Прекратите уже. Думаете, я поверю вашим словам? Бросьте. Нашли время найти разговоры. Лучше я к ней зайду. Какая жалость. Какая жалость. Что случилось? В чем дело? Он всех собрал. Мама? Дядя? Я тоже не понял. Я вас всех собрала. Я вам всем звонила. Это твоя затея? Да, моя. Я вас уведу из этого дома. Мама, я так больше не могу. Ой. Я больше не потерплю отношения этой капризной невесты к вам. Гулия, где ты? Ой, здравствуйте. Где ты? Добро пожаловать. Здравствуйте. Здравствуйте, как ты, дочка? Нормально. Ты даже ее мать позвала. Как ее добрались? Да, позвала. Этого еще не хватало. Пойди, поиграй. Почему ты здесь стоишь? Это мое последнее слово. Иди, собери свои вещи. Ты больше не будешь жить в этом доме. Мама, куда вы ее уводите? Куда это вы собрались? Мне нужно здоровье моего будущего мнука. Слушай меня, сынок. Оказывается, и дома бываешь, а я слышала много хорошего о тебе. Спасибо тебе. Ты очень любил, уважал мою дочь. Ты сдержал свое слово. Да, спасибо. Моя сестра всех позвала. Очень смешно. Если вы уведете свою дочь, с этим что-то изменится. Господи, если она не подумает о себе, кто будет думать о ней? Дочка, ты чего несешь? Оставь их. Тебе плохо? Врачи велели ей нервничать. Ты кричишь, когда я рядом с ней, а как ты поступаешь, когда меня нет рядом? Вот твое истинное лицо. Я сейчас же уведу свою дочь. Сейчас же уведу. Иди. Сядь на место. Не вмешивайся. Доченька моя. Она никуда не уйдет. Поняли? Сестра, успокой ее. Садись рядом с ней. Дядя, я все равно. Прекратите. Сестра, что ты несешь? Я не оставлю свою мать здесь. Она очень нервная. Эй, ты, слушай внимательно. Она все преувеличивает. Иди в свою комнату. Я позабочусь о ней. Все будет хорошо. Вы лучше не вмешивайтесь в их семейные дела. Мы сами решим наши проблемы. Понятно? Я тоже член этой семьи. В этой семье с вашей дочерью обращаемся даже лучше, чем вы. К вашему сведению. Может быть. Но с тех пор, как она пришла в этот дом, она постоянно болеет. Вы ошибаетесь. Так вышло? Потому что она не может отлучиться от телефона и от компьютера. Она сама по себе нервничает. Мама, что с вами? Мама, послушайте меня. Я вас провожу. Если ей нет покоя в этом доме, если ее не ценят, как я могу оставить ее здесь? Я ведь ее с какими надеждами вырастила? Угу. Ладно, давайте. Дочка, давай уходим. Я подожду тебя. Пройдемте. Запомни, в твоем доме я ни за что не буду жить. Мама, я всегда буду там, где мой единственный сын. Мама! Ну что ты натворила? Почему вы так говорите, мама? Я же беспокоюсь за вас. Вы будете жить в покое у нас. А не ведь... Могла бы посоветоваться со мной. Ну кому нужна такая ссора, дочка? Ты хотела сделать мне лучше, но сделала мне еще больнее. Мама, не плачьте, пожалуйста. Мама, простите меня. Я так сделала ради вас. Вам будет очень хорошо в моем доме. Я ни за что не соглашусь, прекрати. Ну зачем вам такая сноха? Ваш сын тоже не ценит вас. Прекрати! Все. Добилась вы его. Теперь мы сами будем ухаживать за сестрой. А ты иди на работу. Я с Эльбеком обо всем поговорю. Они не должны развестись. Никто не разведется. Их семья не должна разрушиться. Она должна спокойно родить своего ребенка. Она на все согласится, но поступает по-своему. Так не будет. Мама, еще не поздно. Мы с ним все обсудим. Отправь ее домой. Она никуда не уйдет. Пусть уходит. Сестра, успокойтесь. Все будет хорошо. Я же рядом. Не переживай. Они не должны разрушиться. Все нормально. Пока я жив, они не расстанутся. Все, все, все. Она скоро станет матерью. Мама, мамочка. Мама, дочка, что с тобой? Мама, больно. Осторожно, осторожно. Сейчас, потерпи. Потерпи, доченька. Сейчас. Сейчас, доченька. Потерпи, пожалуйста. Осторожно, доченька. Осторожно. Еще немного. А, его текст. Ты будешь диктовать реплику. Закончим в три часа и перейдем к следующей сцене. Брат, ваша мама звонит. Да, мама. Сынок, у Гули начались схватки. Да. Мы уже в больнице. Да? Приезжай скорее. Все, 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 еду. Я должен уйти. Гули в роддоме. Возьми вот это. Алло. Эльбек, это вы? Да, так точно. Вашей маме стало плохо. Приезжайте скорее. Чего? В центральную больницу. Чего? Она вас спрашивает. Приезжайте. Я быстро. Чего? Чего? Она вас спрашивает. Мама, не бросайте меня. Я не ценил вас. Я вас много обидел. И все осознал очень поздно, слишком поздно. Не бросайте меня. Меним гелищем зарптикен, онам, онам, онам. Юзлер, ярый, гайлигим, мени юкаткен, байлигим. Юзлер, ярый, гайлигим, мени юкаткен, байлигим. Господи, береги мою мать. Я в ней очень нуждаюсь. Если с мамой что-то случится, как я это переживу? Я не смогу жить без нее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я здесь. Где тебя носят? Гули. Вот, посмотри на диагнозы. Из-за тебя она попала в такое состояние. Прочитай все. Бессовестный. Сестра, что происходит? Узнаешь, когда зайдешь к ней. Ты только теперь вспомнила о маме, где ты был все это время. Из-за тебя с ней так случилось. Если с ней что-то случится, я тебя навеки не прощу. Понял? Сколько раз я пыталась уводить ее к себе, но она думала о тебе. В такое время она думала о тебе. Сказала, стыдно будет моему сыну. Все подумают, что ты не заботишься о своей матери. Что тебе будет стыдно. Прости меня, сестра. Если с ней что-то случится, я тебя не прощу. Да. Понял, не прощу. Мама, не бросайте нас, пожалуйста. Я как сын не выполнил свой долг, не позаботился о вас. Вы ангел-хранитель нашего дома. Откройте глаза. Не смог вытереть вам время. Я виноват перед вами. Простите меня, мама. Умоляю. Не пугайте меня. Как я могу жить без вас? Вы... Вы должны быть рядом со мной. Простите меня. Простите. Простите. Эльбек, идемте со мной. Вам нельзя здесь находиться. Идемте. Эльбек, идемте. Твоя тёща позвонила. У тебя родилась дочь. Мама. Доктор, как мама? Мы сделали всё, что в наших руках. Но это воля Всевышнего. Что? Готовьтесь. Мама. Что? Что вы сказали? Мамочка. Мама. Эльбек, Эльбек. Мама. Возьми себя в руки. Возьмите себя в руки. Садитесь, пожалуйста. Терпение тебе. Фильм озвучен на студии Миракл. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok